Привет! Это видео будет немного о раскрасках, а немного о жизни посткарантинного Киева. Я подумала, что на полноценное видео эти кусочки не тянут, поэтому объединила все вместе, надеясь, что такой формат влога может быть кому-то интересным. Прежде всего, хочу поделиться своей радостью, наконец-таки до меня добрались мои новые раскраски. Мой заказ в букдепозиторе был отменен, мне пришлось все перезаказывать на Амазоне, и вот, наконец, мои обновки со мной. Кое-что я уже показывала, это в раскраске Терезы Гудридж. Кроме этого, я, наконец-таки, заказала себе русалок от Jasmine Beckett Griffith. Конечно, очень жаль, что они не добрались до меня, чтобы я поучаствовала с ними в майском Мэрмэй, месяце, который посвящен раскрашиванию русалок, но мне это совершенно не помешает раскрашивать их на протяжении всего года. Теперь мне осталось добавить в свою коллекцию только хэллоуинскую раскраску от Jasmine. Пополнила я свою коллекцию еще одной книжкой от Jade Summer. Конечно же, на все эти раскраски я сделаю отдельное видео с пролистыванием, но пока просто покажу, что я получила. Следующие три книги я купила после долгих сомнений, потому что напечатаны они на достаточно тонкой бумаге, но поскольку все-таки арт-составляющие, красота рисунков перевесили, то я их купила. И я, в конце концов, хотела раскраски Херба Леонхарда уже долгое время. И поскольку не перегорела, то решила, что надо брать. Ну и, наконец-таки, я, наверное, последний человек, до кого, наконец-таки, добралась новая книжка от Кербера Занеса. Но, повторюсь, мне пришлось ее два раза перезаказывать. Бумагой и качеством издания Кербера я очень довольна, так что жду не дождусь, когда приступлю к раскрашиванию. Также недавно я открыла для себя дизайнеры раскрасок Fabrica Fantasy. У них интересные, на мой взгляд, очень индивидуальные такие дизайны, сразу узнаваемый стиль. Выпускают они раскраски и в PDF, и в бумажном формате. Но главное, что когда у них выходит новая раскраска, одну картинку они обычно предоставляют в качестве фриби. Поэтому вот эти картинки, которые сейчас на экране, зайдя на их сайт, вы можете бесплатно скачать и потренироваться в раскрашивании. Если вам понравится стиль, то тогда уже можно приобрести их раскраску. Я думаю, что одну или пару из этих картинок я обязательно распечатаю и в течение лета постараюсь раскрасить, потому что мне действительно понравился их стиль. Поскольку у нас наконец-таки открыли все художественные магазины, можно печатать в свое удовольствие. И здорово, что за период карантина я накопила огромное количество прекрасных картинок. Ну и если вам интересно, хочу поделиться с вами небольшой зарисовкой о наших посткарантинных прогулках. Несмотря на то, что у нас ограничения сняли, все равно ситуация в Киеве остается достаточно тяжелой и число заболеваний растет. Поэтому мы стараемся ограничить наши прогулки, прогуливаться только по ближайшему кварталу и когда людей немного. Ну а чтобы сделать такую прогулку чуть более интересной для себя, хотя, конечно, после долгого карантина все кажется интересным. И солнышко, и наконец-таки цветущие каштаны. Но все-таки мы решили сделать прогулку более интересной и вспомнили о том, что в Киеве существует такой проект, который называется Шукай или же Ищи. И он включает в себя квест по Киеву. Нужно найти мини-скульптурки, которые представляют какие-то символы Киева, какие-то исторические моменты киевской истории. И сегодня я покажу вам несколько скульптурок, которые мы запечатлели в первый день. Вот так интересно было почувствовать себя туристами в родном городе. Мне этот опыт очень понравился. Конечно, мы начнем с номера один. И это киевский каштан. Это мини-скульптурка, находится на мэрии. И так совпало, что как раз конец мая, начало июня, это период, когда почти весь Киев в каштанах, в цвету. Теперь у нас помимо белых каштанов есть еще и достаточно большое количество красных. Поэтому улицы еще более живописные. Я каштаны просто обожаю. Поэтому я рада, что, по крайней мере, мы застали в этом году еще это время. Спасибо, потому что многое уже отцвело из того, что я люблю весной. Вообще весна – лучшее время в Киеве. И хотя бы цветение каштанов, хвостик удалось запечатлеть. Поэтому, конечно же, несомненно, каштан как символ города – это номер один в нашем мини-квесте. Вообще, каждая эта скульптурка, она действительно небольшая. Она, наверное, с мою ладонь. Многие из них скрыты. То есть, даже если ты знаешь точный адрес, такую миниатюрку все равно придется поискать где-то на здании, где она прикреплена. Каждая скульптурка, помимо исторической справки, еще имеет какую-то примету. Например, каштан – это примета «Потри меня, и весна будет теплой». За последние пару лет у нас установлено, по-моему, 25 или 26 этих скульптурок. Организаторы проекта обещают, что он будет продолжаться. Ну, понятно, что все приостановилось на период карантина. Но я думаю, что мне пока на лето как раз хватит этой задачи – обойти эти 25 скульптурок и запечатлеть их себе на память. Мне на самом деле очень понравилась эта идея. Позволяет как-то внести разнообразие в привычные маршруты и привычные прогулки. Миниатюра номер 2, которую мы нашли – это киевская пектораль. Она находится в Пассаже, если вы знакомы с Киевом. И ее приметы – это «Потри ее, и прикоснешься к истории». Насколько я знала, оригинал этой скиевской пекторали находится в нашем историческом музее. Но здесь очень четкая, очень здорово сделанная, несмотря на миниатюрные размеры скульптуры, ее копия. К сожалению, видео не передает то, насколько это действительно миниатюрки. А вживую смотрится здорово. Следующее – это киевский экипаж. Первый экипаж на улицах Киева появился в 1897 году. И эта скульптура показывает нам, как это транспортное средство выглядело. Его приметы – это «Потри меня, и тебе всегда будет зеленый свет». Мне кажется, что такие мини-скульптуры на улицах добавляют городу очарование. Эти муралы, которыми сейчас все увлекаются, мне совершенно не нравятся. Мне кажется, что они портят облик города, а мини-скульптуры добавляют очарование. Следующая скульптура – это киевский трамвай. Киевский трамвай появился в городе в 1892 году. Он был по протяженности примерно полтора километра. И на месте, где проходила линия, установлен вот этот памятный значок. Следующая мини-скульптура находится на стене Киевской синагоги. Она называется «Киевское письмо» и посвящена документу, который датируется X веком н.э. Его оригинал сейчас находится в Кембридже. И это первое письмо на иврите, где официально называется «Киев». Приметы киевского трамвая, кстати, являются «Потри меня, и ты сможешь избежать платы за проезд». А приметы киевского письма являются «Потри меня, и ты будешь спасен». Ну и последняя скульптура, которую мы нашли во время своей прогулки – это киевский граммофон. Он расположен на том месте, где в Киеве располагалась первая фабрика граммофонов и пластинок. На самом деле этот мини-граммофон действующий, говорят, что его можно завести и он будет играть гимн Киева «Как тебя не любить, мой Киев». Но мы не пробовали, мы не рискнули, потому что он такой милый и он такой миниатюрный, что немного страшно его сломать. Наверное, это моя любимая пока скульптура, мне он очень нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна достопримечательность, которую я с удивлением обнаружила неподалеку от своего дома, ее существование, которое я даже не подозревала до карантина – это скульптура героев сериала «Место встречи изменить нельзя» Джиглова и Шарапова. Здесь у нас и Конкин, и Высоцкий представлены в натуральную величину, в полный рост. На мой взгляд, и Жиглов и Шарапов получились достаточно похожи. Высоцкий так вообще очень хорошее портретное сходство. Ну, Конкин на лицо мне показалось не очень похож, но все равно фигуры героев отлично вышли. И еще на постаменте представлена, конечно же, знаменитая черная кошка. Должна признаться, что мне очень понравилось гулять по центру Киева в тот момент, пока у нас еще не пустили транспорт и когда улицы были достаточно пустынными. С одной стороны, непривычно видеть город настолько вымершим, когда нет туристов, когда нет пешеходов и машин меньше, особенно в выходные дни, когда транспорт общественный не работал. Но с другой стороны, эта пустота, она позволяет обращать гораздо большее внимание на красоту архитектуры и как-то по-новому взглянуть на привычные тебе улицы, на привычные тебе достопримечательности. И повторюсь, что я всегда считала, что весна это лучшее время в Киеве, когда все зеленое, когда очень много чего цветет. И я рада, что все-таки удалось застать хвостик этого времени и надеюсь, что что-то из отснятых мною кадров вам тоже понравится. Здесь есть кусочки, которые показывают Софиевскую площадь и, конечно же, Софию Киевскую, памятник Богдану Хмельницкому. На фотографиях есть кусочек Днепра и памятник Владимиру. Затем кое-какие кусочки я отсняла на Шелковичной улице, на улице Филиппа Орлика. И потом в конце мы закончили нашу прогулку в Мариинском парке, где, конечно же, Мариинский дворец. У нас заработали фонтаны, это тоже добавляет очарование паркам, очарование площадям. Еще один пунктик, почему я люблю Киев весной и летом, это из-за фонтанов. И мне очень понравился памятник Ахматовой, который стоит тоже в Мариинском парке. Вот такая приятная посткарантинная прогулка, совмещенная с посткарантинным квестом у нас была. Я надеюсь, что это кому-то будет интересно. Ну а я обязательно буду развлекаться тем в течение лета, что раз пока нельзя путешествовать, то я буду туристом в собственном городе и буду продолжать искать мини-скульптурки проекта Шукай. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»